все равно какая-то фигня что-ли что получше кто-нибудь меня видит или нет просто мне очень медленно идут сообщения сообщение даже не вижу принципе не пока пустота вижу только сверху что-то 8 человек признала то что внизу и даже не видно так наверно надо всех то вести видеть а хорошо видно меня просто до этого мне сказали что очень плохое качество было интернет но этого качество картинки вот так привет виднесс почему не пригласила как раз нет знаете у меня было два дня день рождения 1 было 27 февраля с определенными своими друзьями и 28 числа я хотела сделать день рождения уже как бы другим то есть хотел сделать два день рождения то есть на две разные компании но к сожалению 28 числа я хотя у них все было уже забронено я просто была не ходок мне было плохо что-то я и нога чешется левая нога к чему чешется клад поездочка не замечается так почему это не к деньгам носки забыла надеть слушайте я сегодня ездила чуть-чуть такой небольшой у меня был шопинг хотите сейчас покажу ну блин белье не смогу сейчас карточек подождите короче я там купила очень красивое белье на его показатель не смогу потому что облистики ой так быстро все принесли спасибо вам большое спасибо вам большое я попросила сегодня чтобы побольше мяса я такие колготки быть купила вы просто сидеть подпять не можете такие вот смотрите какие красивые они тонкие получается капроновая но не совсем прям тонкие прозрачные естественно вот такие колготки детские детские красивые потом купила и быть еще вот такие вот колготки представляете они вообще прозрачные ну то есть это гусиная лапка или как он называется они прям прозрачные вообще как взрослые такие красивые потом купила вот такие вот колготки с имитацией чулков типа низ черный а вверх розовый с такими стразиками красивыми и еще купила есть так сейчас покажу это еще одни такие же как я показывала просто белые быстро кашлатицы а где четвертые а все получается вот четыре пары я купила две пары вот таких одинаковых просто беленькие колготки всегда нужно вот и вот такие прикольные как взрослые хорошенькие почему ты вообще меня ехер не увидишь что за фигня мне как раз суп принесли это что надо мне уходить короче я купила обалденные эти колготки ребенку я не вижу ни одного вопроса ребята у меня все заглючило походу почему так я вроде вайфай подключила это на диете сидишь до 100 процентов конечно я сижу на диете вот моя диета раз два это все моя диета попробую стук кстати я первый раз такой суп заказала это мое любимое блюдо здесь будет вкусно если мне не понравится расстроится хороший такой острый как я люблю вот у меня завтрак я понимаю просто что как-то мясо не не больше это корейский ресторан корейский я очень люблю азиатскую кухню вот моя любимая вот это блюдо блюдо это мясо корейское видите это закусочки такие небольшие это вот суп но это не больше здесь вот тофу ну это чисто азиатский чисто азиатский суп я вообще люблю азиатскую кухню для меня азиатская кухня это номер один лично для меня вот если выбирать из всех кухней мира с вами на то что я грузинка да и многие любят грузинскую кухню считают ее очень классной и прикольной меня может быть сейчас грузины убьют но 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 для меня на первом месте это китайская еда на втором месте корейская на третьем месте индийская может быть потому что я выросла в азии да и поэтому китайская моя самая любимая ну не знаю азиатская кухня для меня это номер один очень горячий пипец как козырь здесь для меня острая наша жизнь хочу набрать чтобы остыл горячо ой ой я так люблю это место вообще здесь ничего красивого нет здесь вкусно здесь прям вкусно ой мамочки ой ой о о о о о поỢ на ли? у кто будет это короба ей каждому Freunde род ребен h род народ Давно уже не готова. В Москве какая-то очень странная погода. Вчера я вышла из дома, было прям солнце. Как пережила развод, была ли депрессия? Слушайте, у меня не было депрессии. Как было? Потому что многие знают мою историю. Изначально, когда я с ним разводилась, это было еще до проекта. Мы уже не были на проекте. И официально в дело ничего не шло. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так как жить с ним, вот это не все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ЧикCar Субтитры создавал DimaTorzok да чонок и они я не знаю это когда я против несчастливых браков я против можно всегда дать шанс там год год и не знаю ну допустим прожили вы вместе там не знали 5 8 10 далее еще грубо говоря шанс годик посмотрели ничего не изменилось ну тогда чуть зачем травить себе жизнь и быть несчастливым несчастливой и также ему с мирком должно быть хорошо похоже на ну да в это реально так и есть у пак помните сегодня подробно в лошадках кататься так расскажи по своей косметике слушайте я вообще в шоке у меня есть любимая любимая тоналка я очень люблю всю косметику именно декоративную это сам лоран я принц только и по уже много лет на любимая тоналка тача клап больше не будет данного цвета Там вся мама его рулит, как скажет, так и делает. Я выдавала два года, но человек просто в это время оказался, что семья нужна для показухи. Блин, я не знаю. Есть разные женщины. Знаете, от чего зависит? Зависит от возможностей. То есть, если у тебя есть силы, да, сила духа, сила понимания того, что ты справишься. Начать самостоятельную жизнь. Если у тебя есть на это все сила, если у тебя есть стремление, если у тебя есть внутреннее, да, ощущение того, что ты справишься, ты можешь. Дерзай. Если же ты как бы боишься, и у тебя нет никакой там почвы, я не знаю, должна быть все равно какая-то почва, так тоже никуда не уйти. Хотя я, ну видите, это зависит от того, насколько сильно у тебя это все не стерпит. Вот этого зависит. Так, куртки холодные зимой. Ну я же на машине. Поэтому как-то так. я стесняюсь кушать в прямом эфире, прикиньте. Ты так вкусно кушаешь. Блин, мне уже столько чекать не писали. Мне кажется, я так ужасно ем, я не люблю к есть на камеру. Боишься тараканов? Ну у меня нет такого, что я боюсь тараканов. Просто они мне неприятные. А чтобы я их боялась, нет. бояться я могу в том случае, если это будет... Ладно, насекомым. Я не люблю вообще насекомых. Так, Валера платит. Да, Валерка платит элементы. Ты, кстати, молодец. Что кушаешь? Я уже показывала, что я кушаешь. Ходите, еще раз покажу. Я в корейском рейске. Вот у меня такое блюдо, это говядина. Вот такой суп с тофу азиатским. Вот всякие закусочки типа. Там рис, гречневый чай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, во время токсикоза, что я ела и долго ли он глился? Блин, я когда только забеременела, мы все время сначала хотели морской капусты, эти листья моря. Я прям безумно их хотела, каждую секундочку. А потом у меня вообще было отпрощение. Никита, я долго не ела, ничего. Я такая худенькая была. А в конце у меня, когда токсикоз прошел, у меня это было месяцев шесть, все, я там как слониха начала жрать, вообще не было настроить. Но на запахе у меня была очень долгая реакция. Я даже, когда родила ребенка, только смогла пользоваться духами аж через год. Прикиньте. Как, мне, например, намного легче есть палочками, потому что палочками я, ну, прикиньте, чайки в Рашевазии, да, и для меня кто, кто к чему привык. Если так взять, в целом, палочками можно, ну, как бы очень легко любую маленькую деталь взять, хоть семечку, хоть что, это намного, ну, удобнее лично для меня. Ну, опять же, зависит от какая-то еда и какое-то блюдо, конечно же. Ну, если выбирать между палочками и вилкой, я выберу палочки. Я вообще, в принципе, выберу только азиатскую кухню, поэтому для меня она самая вкусная и любимая. Это азиатская кухня. А что, глючит, да, эфир? Ну, если надо, я рисунку возьму. Так, она дает не пить. Вот рисунка. Так, ну, я ни разу не елась в них, даже будет попасть в такой ресторан, чтобы меня позорили. Слушайте, вот это все, как я, никогда не думайте по поводу, никогда не научиться ничему новому, если никогда не попробовать. И все когда-то были первый раз, поэтому в этом нет ничего стремного, нет ничего зазорного. Мне кажется, это абсолютно нормально. Кто-то просто тереть не любит, да, азиатскую кухню, что он будет такими палочками есть. Ну, то есть, вообще никогда в жизни по этому поводу не парьтесь. Идите сюда, пробуйте что-то новое. Сегодня пришли первый раз, и послезавтра вы уже все знаете, понимаете? Я пробую. Ужасно переживаю развод. На начале было нормально, сейчас прошло в месяц, она так, словно разошлась вчера. И почему, почему через время так роет? Потому что, наверное, ну, во-первых, надо обязательно заводить какие-то новые отношения. И, скорее всего, это, потому что это любовь, ее надо выбивать. Всегда жалко, всегда больно, только тогда, когда любишь. По-настоящему любишь, жалеешь. То есть тебе нужно начать свою жизнь, найти то, что... ...танцы, какое-то дело. Чтобы ты была отличена, и обязательно у тебя должен быть какой-то объект симпатии, ради которого тебе захочется одеваться, наряжаться, там что-то ходить с ним, клиртовать. То есть ты должна полностью переключить свое внимание, ну, на кого-то другого. И не убиваться. Как только, знаешь, как только ты на него хер забьешь, может, и большая вероятность того, что он обратно прибежит. Ну, если тебе это надо. А так обязательно должен быть краш, который тебе нравится, ради которого тебе что-то хочется там воображать. Так, спасибо огромное. Согласна, что болит из-за того, что чувства все еще есть у меня. Ну, конечно, есть чувства, а как так? Просто он исчез. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Смотреть? Ну, я всегда смотрю. Я всегда смотрю телефон. Я всегда все смотрю. Я любопытная. Поэтому... Поэтому я не знаю. Я не буду говорить, что это плохо. Также не буду говорить, что это прекрасно. Я люблю считать чужие переписки, так скажем. Там узнаешь много нового для себя. То, чего как бы до этого не знал. Так, а какие ресницы делаешь? Я делаю всегда 2D, 3D. От восьмерки до десятки. Ну, в последний раз, типа одиннадцать делала. Но мне уже надо новую делать. У меня уже старую. Смысл смотреть телефон, только унижаться этим. Унижаться, это когда ты живешь вот лично для меня с человеком, который у которого другие отношения, там, не знаю, другая семья уже. А ты такая... А он тебе что скажет? Ой, нет, у меня ничего не уходит. У меня есть какая-то другая жизнь. Когда людям нечего так такого вскрывать, он мне вообще не прячет телефон. И если как бы... Понятно, что мужик это сделал. А так ты как лошара ходит, понимаешь? Он тут лежит и с ней переписывается. Ну и что? Прикольно, что ли? А вот тут это прям не унижено. Так ты вообще прям как песня королева. Прям вот так тебя поставили на пьедестал. Сколько выкуриваешь пачку сигарет? Я вообще не курю сигарет. Когда-то много лет, кстати, назад курила. Я вообще очень много лет курила. Я не знаю, как так пришло, что я бросила сигареты. Не было... Это не было так, что я специально решила их бросить. Все-таки вот, надо бросать, курить. Я больше не буду курить. Такого не было. Просто вот в один прекрасный день как-то я смогла от этого отказаться. Я вообще не знаю, как. Вот. Но опять же есть куча других женщин. Давайте будем честными. Есть женщины, которые все прощают. И почему бы нет? То есть женщина узнает, что у мужчин есть любовница. Одно дело не просто женщина, с которой он спит, да? А именно та, с которой у него прям отношения, там любовь, они проводят кучу времени вместе. И тут как бы, понятное дело, что в этой ситуации мудила это муж, потому что, как бы, и та сторона не знает о наличии, допустим, жены. И жена не знает о наличии любовницы. И он такой ход делал, вы понимаете. И пока никто в телефон не залезет, этого всего никто не узнает. Ну вот. А женщины такие, очень многие женщины прощают это абсолютно. то есть устроят там, новый шанс контактчик устроят и прощают. И так происходит годами, поэтому они никогда не вводят из этого состояния. Они всегда будут жить в этой роли жертвы, они всегда будут там, пиздестрадать, но помнят, как он будет делать. Все равно будут с ним жить. Он месяца 3-4 после обнародования подожмет лапки, обосрется, будет примерным мужем, она будет такая счастлива, что он такой хороший, левак укрепляет брак, на ногти, сломался у меня ноготь. Левак укрепляет брак, а потом через 4-5 месяцев начнется все то же самое. Потому что, если человек хавает на протяжении многих лет, ну, подобосрался, подождал, когда все потухло, опять начал. Бдительность главное уступить. Вот, поэтому я не знаю, девочки. Каждому свое. Так, ногти лучше коротко мне. Я считаю, что мне лучше то, что мне нравится. Вот. Мне лучше те трусы, которые я выбрала, которые мне кайфуют. Мне лучше те ногти, которые мне нравятся. Там, то, да, и подобное. Это личное дело каждого, какого-кого маникюр и кто как бреется, понимаете? Почему такие лакушки терпеливые? Дело не в этом. Я вот, ну, я бы не простила. Я ее не простила. Да, я сразу развелась. А почему? Потому что, во-первых, есть многие женщины, которые любят быть в состоянии жертв. Они уже привыкли жить в состоянии жертвы. Это идет, там, годами, пятилетиями, десятилетиями. Они как рыба в воде в этом. Их все устраивает. Так, сережка падает. Вот, спасибо. А у меня, на самом деле, не падает сережка. У меня здесь, знаете, когда Бетти была маленькая, она мне очень сильно дернула за сережку. И у меня порвалось ушко. Просто у меня там, ну, горка длинная. А ты скучаешь? Я не могу скучать. Блядь, мне просто тошнит, когда мне такое говорят. Я вообще не воспринимаю Валеру никакого сексуального смысла вообще никак. Почему я должна скучать, блядь? Потому что по тем ночам, когда я рыдала, блядь, сидела с ребенком, он не зарабатывал, деньги нихуя не делал. Да, девочки очень скучают. Просто пиздец. Как накрывает иногда. Ну, это очень, я не знаю. Я скучаю по тем временам, когда у меня все заебись по тем, я не знаю, 4 дня назад не было хорошо, там еще когда-то. Я не могу скучать по тому, что мне не приносило в жизни кайф и удовольствие, ребят. Это невозможно. Через сколько стало... Слушайте, у меня не было такого, потому что я была на Сейшелах, меня не отпускали с проекта. Мы говорили, что мне нужно там отсидеться. Ни при каких раскладах я не могу покинуть шоу. Я считаю, это в замкнутом пространстве была. Короче, у меня не было времени пиздец. Потому что я находилась на проекте, я находилась в замкнутом пространстве на Сейшелах, где вокруг меня только есть наш остров домовский, вокруг больше нет ни хера, только ты и вода. У меня на руках был маленький ребенок с акламентизацией. Я понимала, что меня не отпускают, я не знала, что делать. Я придумала план, как сбежать оттуда. Я сбежала, меня привезли в больницу, я предвариваю, что мне очень плохо. Это, на самом деле, фантастическая история. Ты же куда-то продать, наверное, можно. Какое-нибудь, я не знаю, интервью. Все, что было внутри, я как бы рассказывать, ну, не буду еще считать, это не смысл. Но сам факт у меня не отпускают. Я не знала, что мне делать. Но я подтвердилась, что мне плохо. Я говорю, ну, я ребенка здесь не оставлю, меня привезли в больницу. В больницу я предвариваю. Сказала девочкам, которые меня принимали, медсестры. Со мной здесь сначала ходил этот администратор. Я говорю, слушайте, мне дышать тяжело, мне вот, ну, грудь будет отправлять оттуда. Они говорят, дайте, а мне ребенок платить. Они говорят, дайте, типа, отцу ребенку. Точнее, ребенка отсюда. Я говорю, это, ну, типа, не отец. Потом, когда меня оформляли, у меня как же, я же как работник, супругник ТНТ, да, мы все сотрудники, и они поняли, что, как бы, у нас, ну, какая-то, что у меня там, у нас есть в компании, да. Я вот так показала одной женщине глазами, что бы они его вывели. И они его вывели, и я начала рассказывать историю, что я русская актриса, что мы тогда еще с Валерой дрались, у меня все руки были в синяках, вот эта вся история с Марианой. Я говорила, я говорю, я русская актриса, помогите мне, пожалуйста, этих вас сбежать. Мне очень плохо, я говорю, меня не опускают, мне нужно какой-нибудь, я говорю, пожалуйста, помогите. Они приводят к кружоке, я говорю, и они, короче, еле как нашли мне машину, еле как. Мы искали долгую, может, в США такая жопа, там вообще нет никакой инфраструктуры, ничего, у меня не было вообще денег, наликом ничего, у меня есть больше денег, ничего нет, у меня есть только карточка Apple Pay, а я понимаю, что там Wi-Fi-то не везде есть, там в помине нет, там такая больница была отвратная, просто была как кино ужас. И в какой-то момент они находят мне машину, я говорю, только меня привезите в самую дорогую гостиницу, потому что мне нужно, чтобы я распуталась Apple Pay, у меня маленький ребенок, я вообще боялась в каком-то там, не знаю, нигерийском квартале оказаться, не дай бог. Вот, и я, меня вывезли, вывели через черный вход, я попала в гостиницу, вы не поверите, я оказалась в гостинице без камер, потому что такая с одной из лучей гостиницы не совершила, она была ближе всего к этому месту, меня привезли туда, и я увидела там опять все это пиздобрать. Всех ребят, которые были на тот момент в отеле без камер. И там у меня были такие разговорки, приехали сразу, все приехали, админы, редактора, там были очень сложные разговоры, все, икарные мозги. во-первых, мне могли поять штраф, там, 15 миллионов, за то, что ты нарушаешь вообще съемочный процесс, и многие люди могли потерять работу, но мне было на все плевать, и я это сделала, я сбежала. это, конечно, я просто сейчас так рассказываю, но не очень как-то красочно, но это очень фантастическая история. И потом, когда мне позвонил генеральный продюсер ТНТ уже, и говорит, так, что тебе случилось, я говорю, я вот каждый день, я говорю, я просто уезжаю, я просто уезжаю, я думаю, я вас просто умоляю, мне сказали подождать до завтра, чтобы я попала на лобное утром, осталась в этой гостинице, и типа, что я должна буду с ними попрощаться. Никто не знал из участников, что я ухожу, даже ведущий, никто вообще не знал, ни редактора, и мы прямо сказали, это все, ну, по телефону, редакторам, а потом редакторам, по уху сказали, Юля, и все участники такие ржали, типа, ага, ну че, какого-то чушь несли, особенно Саша Чернобыль, все начало, и я понимала, что я сейчас буду со всеми прощаться, я ухожу, спасибо всем большое, спасибо Дома-2, они очень хотели там сохранить наши отношения, но не получилось, всем спасибо, до свидания, еще где-то сутки я жила в какой-то жопе, блядь, в какой-то невероятной, просто жопе, в какой-то домик для рабочих мне дали, я вообще отвратительно жила, ждала свой рейс, и потом я летела, представьте, у меня вещей было, вот, у меня было, шесть чемоданов и коляска, вот прикинь, прям очень много было у меня вещей, я, еще в Дубае у меня была длинная пересадка, и, помните, мне не было, мне некогда было страдать, вот просто некогда, потому что когда я попала домой, я вот так бросила нахер все вот так свои вещи, вот так у меня ребеночек спит, я вот так его положила, я вот так вот сползала около кровати, думаю, как же я устала, как же я устала, я думаю, как же я устала, у меня начались панические атаки, прямо именно в этот вечер, потому что изначально у меня не было времени, да, страдать, думать о чем-то, потому что у меня есть ребенок, у меня куча вещей, мне нужно, у меня есть цель, паническая атака, мне казалось, вот-вот я сейчас вздохнусь, я начала звонить во всякие, искать психотерапевта, там неврологов, я не знала, куда мне вообще нужно было обращаться, и вот наутро с мной поговорили, и мне наутро... Субтитры создавал DimaTorzok Там была, наверное, реклама для четырех шурумов, я говорю, а можно я с вами полечу? Все, я купила себе билеты, полетела с ними, там познакомилась с Винсентом, и как-то все так, у меня не было времени, то есть все, я от своего отстрадала, у меня была цель бежать уже, у меня не было времени застрадать, к сожалению, или к счастью, по-другому немножко сложилось. Кто-то с грудью, слушайте, я купила себе первый раз жизнь, такие сиски у него огромные, они прям вот такие, красиво на самом деле. Я никогда же раньше не носила левчики, а сейчас, видимо, надо носить левчики. Ой, чуть не упала. Мне на каждой ноге просто, я потеряла на весе. Ну, вот как-то так. Слушайте, очень крутой левчик. Я его покупала в Викторию Сикрет, он у него около 5 тысяч стоит, но он прям, он так красиво грудью, что вы себе представить не можете. Это, это так прям красиво. Я никогда такого не знала, просто левчик с пешопом не покупала, я их вообще не покупала, потому что я их не люблю, я люблю там различные трусы, хотя, пояса, всякую херь, но левчик, как-то холодно к нему относилась, боже, это просто, я в общем в шоке, это такая наебка, я даже не знала. Видно, левчики. Кто знает, как же их творится, может и два раза, и три, и четыре, и пять, и десять. Все могу. Покажу джинсы, я сегодня очень классные джинсы в зале купила. Слушайте, мне вот эта штучка очень нравится. Киньте, я сегодня за комплект... Они очень прикольные джинсы, вообще, я сегодня за три, по-моему, тысячи рублей, что их, и кофта вот эта вот, за тысячу сто рублей, она прикольная, Ну, вообще, мне очень нравятся какие-то, как-то кошки. Зато трусы, блин, мы обошлись до хера. Итак... Держка, Бершка или о чем? Бершка, наверное, не помню. Надо посмотреть. А вообще, тысяча рублей. Тысяча рублей, по-моему, я за нее отдала. А за джинсы там три с чем-то. Ну, очень офигенные джинсы. Красивые. Я потом покажу вам их, ну, нормально. Я же так вам их могу показать, подождите. Вот, видите, у них вообще они очень классные. у них такой получается прямой крой. Они офигенные. Так их мне надо на талии ушить. Короче, 34 я одела себе, купила 36, хотя они мне большие. У меня вот... Видите, целый кулак вот так помещается. Ну, то есть, они мне прямо здесь огромные. 34 я влезла, все нормально, но как-то пуцевато мне у них было, как-то жопу сплющило. И поэтому я взяла 36, хотя 36, честно говоря, мне большие. не визуальные, у меня чуть-чуть больше идет. Но я думаю, как-то ушить может. Но джинсы бомба, реально. Я вообще... У меня редко вообще идут джинсы. Очень редко. Поэтому я хочу как-то ушить. Ушила джинсы, я не знаю. Они у меня большие. Ой, здесь мужик сидит, и я не видела. Хороший. Хороший. Нет, я же не хороточка. Не пугаю. В принципе, из машины. Так, что за корейский какой-то хайп? Блин, метель опять пошла. Чем носочков не видно. Потому что я без мясочка. Я на самом деле не елась уже. Это не том ям, и это не больше, потому что корейский суп, сам тофу, и... Субтитры сделал DimaTorzok утром ездила туда за переделки, ну короче чуть-чуть замкат короче вот она катается там на лошадках и сейчас наверное вот уже дома, думаю что дома какой парфюм сейчас на тебе сейчас на мне наркотик флёр, я не знаю почему очень-очень много лет уже наркотик флёр HCC, Devil's Intrig, наркотик и REN ну и Бакара, но Бакара что-то в последнее время не надоела так, ноготип просто пусть обходит стороной ну она здесь просто при вампирует много профессоров, которые знают как он что с вами есть, как правильно руковают Вообще в принципе они две Я очень люблю наркотик, флёрт, как мне нравится. Спасибо за просмотр! 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 В принципе, я понимаю, что вы за экземпляр! Я никогда не осуждаю никого за личные сексуальные предпочтения! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! И я в этом не вникалах! Поэтому я абсолютно в этом не понимаю, не шарю! У меня красит уже много лет одна и та же девочка! Если вы хотите сходить, то вы можете сюда попасть к ней! Нара ее зовут! Я на нее подписана! Я не знаю, что это за цвет! Я не колорист! Блин, в голову уложить, давайте! Продолжение следует...